Итак, всем привет дорогие друзья, с вами Тутэмпалт, а у нас на базе пока полная жопа, слишком много монак, мы стали еще моногармов разводить, у нас места не хватает, а крёхого отдельника у нас нет. Вот сейчас зашел, смотрю то, что вот привязку Анатолия, два милких моногарма хотят, няня вроде справлялась, но у них 86%, но в принципе кстати неплохо, если подумать. Ладно, это просит Тинтабери, сейчас схожу в кормушку, посмотрю есть ли там Тинтабери. Кстати, а моя НАСА-то выросла, да, моя НАСА выросла и того у нее 100% привязка, идеально. Теперь смотрим, есть мутация по материнской линии, вообще шикарно. Так вот, пока сабнафтику не могу снимать, потому что у меня пока проблемы с динамиками, приходится сидеть в наушниках, вот чтобы я вам сейчас сделал качественный ролик, приходится сидеть в двух наушниках, одни на голове, другие микрофон чисто. Это вообще жесть, ребята, на что только не пойдет, чтоб с ними делалось ролик. Ладно, вы на этом не задумывайтесь, не задумывайтесь на этом. Сейчас посмотрим, о, Тинтабери у нас есть, сейчас покормлю, а того нам придется перекинуть. Есть такой прикольчик, то что когда перекидываешь их, все становится в порядке. И кстати, я считаю то, что половину старых монак пора убрать в Креоподли. Потому что это жопа какая-то, вот так вот, привязка 100%, отлично. Это какой-то регуляр кибл требует, не надо нам никаких регуляр киблов делать, не переживайте, сейчас покажу один фокус. Берем, значит, эту. Сейчас. Берем Креопод. Где у нас там Креопода лежат? Так, Креопод. А сколько осталось? Раз, два, три, четыре. Четыре Креопода осталось, все, майя. Так, точно. А, ну да, получается пять Креоподов осталось. Так, ладно, смотрим внимательно. Я беру малого этого. Или давайте, сейчас я освобожу это место, немножко побольше сделаю. Берем старичков. Берем старичков в Креоподы, вот что я сделаю. А то слишком много места они занимают. Кхм, слишком много места. Так, а давай сразу все Креоподы возьму. Так, что у нас насчет этого? У нас это новенький, это кто? Барс стоит. Барса мы тоже уберем. Мы пока всех старичков уберем тогда. Чтобы добиваться нам нового генома. И чтоб места было больше. А то это просто ужас. Так, норка. Ну норка пусть останется. Мантара. Мантара тоже уже старая мать. Надо ее убрать. Так, убрали мантару. Лазанью можно убрать, в принципе. И это пока последнее, кого мы уберем. Так. Ну окей. Маначан еще постоит. Не, ну просто в натуре, ребят, слишком мало места стало. Вот прям жесть как мало. Сюда тогда сейчас уберем. Вот тут еще два креопода есть. Так, давай. Раз, два, три. Пока столько хватит. Хватит. Я знаю то, что если нашу базу взорвут или еще что-то, короче, разграбят, могут спереть наши креоподы и будет все фигово. Я это знаю. Но пока, слава богу, у нас все хорошо. Дай бог не сглазить. И да, сейчас я этого перекину. Нам надо пока все поставить аккуратненько. Так, отлично. Напс-2 тоже со входа уйдет. Сейчас их всех в один угол. Это, ну, слишком много моногармов. Слишком. Так, Насте, надо седло сделать. Сейчас сделаем. Пока со мной в Дискорде никого нет. Сижу с вами, так сказать, болтаю один. Ну, давай. Не, ну, просто мы слишком сильно увлеклись моногами, а база-то у нас небольшая. База-то у нас маленькая. А расширять пока нет времени. Занимаемся обороной. На псмонтар. На псмонтар пусть там и стоит, наверное. Хотя хрен его знает. Так, ладно, давай. Вот и все. Стопроцентная привязка сделана. Отлично. Сейчас они там... Подрастут уже. Так, ладно. На чем я остановился? Я остановился на том, то, что вчера мне не хватило электроники. Сегодня мы будем заниматься фармом электроники, так сказать. Сейчас уберу креопода. Так. Будем заниматься сегодня фармом электроники. на норке нашей, скорее всего. Сейчас тогда пока вот таким волшебным образом открою ворота. Чтобы на норке отсюда съехать. Так, а что у тебя было-то лазанье? А, фигня всякая, точно. Так, отлично. Из дома, можно сказать, съехали. Сейчас пойдем заниматься фармом электроники. А хотя, что я туплю-то, пацаны? Зачем нам ломать роботов, когда мы можем сейчас просто... У нас жить появился колобок. И, типа, у нас все чики-пуки. Сейчас сяду тогда на колобка с аргентом. Все будет нормально. сейчас заодно увидите, что у нас снаружи. У нас вот уже появилась плавилка С-плюсовская. Вован вчера сделал своего первого инфорсера, так сказать. Нормального такого уровня, кстати. И да, хочу сказать... А, ну да, он понял, чем питается инфорсер. Ладно. Хороший вот такой вот у нас мощненький инфорсер. Тут у нас совы с гачами взаимодействуют, так сказать. Чтобы у нас лут был. Так, а это что за мешок? Монтары? А, ладно, пофиг. Так. Беру колобка. Да. И сейчас мы начнем фармить электронику. Для наших турелей. Моя задача это заполнить этот дот, но в основном сегодня. Снимаю этот видос для вас, чтобы вы видели то, что да, мы идем вперед, скоро у нас будет или девбаза, или пойдем кого-нибудь рейдить. Но в основном я думаю, то, что нам надо зарейдить наших врагов горилл, потому что когда мы стартовали на Абере, они нас сразу же снесли. Вот так вот было так сказать подло, что ли, потому что смысл был нас атаковать, когда у нас была только железная коробка без турелей. Типа, ради чего было нас носить ради лота, которого нет. Так, ладно, ну вот посмотрите, это вот я построил китайский дот. если видео наберет 500 лайков, то возможно покажу, как его делать, этот дот. Потом, что у нас дальше, это у нас Анатолий тестировал, сколько пушка пробивает по металлической стене, так и осталось тут эта пушка, пушка на оборону вообще так смешно выглядит, конечно. Ну и того, пушка по металлической стене у нас пробивает по 300 урона, по 300 бьет, он бьет. Так, что у нас дальше, растения Z вон выросли, совиное говно, кстати, очень хорошее удобрение, прям, очень хорошее, я даже сказал. Возьму-ка вот на всякий случай, мало ли, какой-то рипер придет. Потом у нас вот Анатолий еще сделал вчера огородик. У нас теперь все растет. В смысле неудобрено. Интересные вы, конечно, в смысле. А, какашек не хватило, но сегодня этим займемся. Ну, за кадром я, конечно, этим займусь. А так, в принципе, вот видите, все прекрасно. Слава богу. Так, ладно, давай, погнали. Садимся на Аргента и сейчас полетим добывать нашу электронику. Вот мы и долетели до нашей фарм-зоны. Так, надо ору дать отдохнуть. Ну-ка, садись. Так, у нас тут... Да ты че дудоху-то бьешь, дурак что ли совсем? Не надо дудошек бить. За что ты ее так... так, вкачиваем урон. Сейчас посмотрим, сколько мы будем получать электроники. Наша задача это не элементовая пыль и всякая дичь. Наша задача это электроника. Ну так, убираем на сервере x5. Падает, ну, в принципе, нормально. еще урон по 8. Не, ну, пока очень хорошо фармится. Запоминайте, кто новичок. Как фармить или кто-нибудь помните. Вообще красиво, да. Все, можно лететь на следующее место. Итак, вот прилетели мы на следующую точку. Есть много скамеек и того, из чего можно пофармить электронику по координатам 46,8, 60,8. Крыша дома. Также тут есть вон записочка, которую мы сейчас активируем на нашем колобке, чтобы ему опнулся уровень. Тут нападал паук, пришлось его скинуть отсюда. так, ладно, активируем. Вот такая у нас записочка про какой-то ... про кейк, про пирог. Записка про пирог. так, во, видишь, сразу пять уровней. Все в урон, конечно же, чтобы больше фармил. Помним, старые времена, сюда мы ездили не то чтобы за электроникой, за элементовой пылью, еще когда играли на Хероис, пока его не закрыли. короче, из элементовой пыли делали элемент на берег. Тогда приходилось фармить именно элементовую пыль, потому что только она переносилась на другой сервер. Так сказать, не на другой сервер, а на другую карту только элементовая пыль переносилась. Поэтому как-то так вот у нас было. Так, давай еще сюда зайдем. Воу, 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 аккуратно. Ты что такие резкие поворотки делаешь? И, кстати, кристаллов тоже очень много фармится, как вы заметили. дохренища прям. И, да, кстати, нам будет сделать С плюс дробилку, чем я, наверное, займусь тоже сегодня. Из С плюс дробилки можно будет получить хорошие ресурсы, потому что именно С плюс дробилка наверное, может из чего-то идти и делать кристалл. Я точно еще с ней не познакомился. Вообще с С плюсом знаком я недавно. Не так давно я знаком с С плюсом. Но мод этот на серверах очень сильно упрощает жизнь начинающим игрокам. так, и следующая точка у нас тут в Колизее. Сейчас придется пофармить еще тут, потому что тут тоже есть священные столики. Какого уровня трайк? 75-й уровень. Серьезный трайк, наверное. Поэтому лучше не будем его задевать. Так, скидываю всякую ненужную барахло. Трайк, может ты уйдешь отсюда? А то надо быть в барме. О, молодец трайк, отличный трайк. Взял дву, ушел. Это видео у нас тоже идет как информирующее вас. Это видео вас информирует о том, какое у нас сейчас развитие и куда мы идем, в принципе. Я понимаю то, что да, снял я для вас не слишком круто и не слишком много, но что есть, то есть. Показываю просто, что мы живем и скоро с кем-нибудь да, повоюем или скоро у нас будет что-нибудь типичненькое. На это у нас и ориентир. А видео снимаю тоже, чтобы посмотреть на вашу же активность. Потому что вы стали очень активны, как я снова начал снимать ярко и я этому рад. А еще больше всему я рад, что могу опять спокойно снимать ярко. Потому что до этого с арком что-то у нас было все плохо. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот для вас небольшой ролик, как я добываю электронику на карте экстиншн. С вас подписка, лайк, ждите новых серий по пвп сезону. Базу вы уже наши сейчас увидели, развиваемся и идем вперед. Ну что ж, всем удачи и всем пока. Скоро мы будем мстить гориллам.